Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск дня Вести Молдова. В студии Олеся Кайряк. Вначале коротко о главных событиях нынешней среды. Массовый протест в это воскресенье пройдет без Рената Усатова. Лидер нашей партии объявил, что организует другой митинг чуть позже. Путин за мир в Молдове. Президент России заявил сегодня, что Россия будет и впредь помогать Приднестровскому регулированию. Румынский газ для тишиневцев будет дешевле, чем российский, уверяют власти, но эксперты в это пока не верят. Непогода в столице редко бывает без происшествий. Сегодня, например, огромная ветка упала прямо на проезжую часть и остановила движение в центре на целый час. Все это и многое другое подробно. Рост внутреннего долга с начала этого года стал рекордным за последние 10 лет. За первый квартал внутренний государственный долг Молдовы вырос почти на миллиард леев и превысил 8 миллиардов леев. При этом за весь прошлый год он увеличился на 150 миллионов леев. Даже в кризисный 2009 год увеличение госдолга за три месяца составило меньше 300 миллионов. В Министерстве финансов резкий рост объясняют увеличением выпуска государственных ценных бумаг на первичном рынке. В пояснительной записке Минфина говорится, что средняя процентная ставка по ГЦБ в первом квартале 2016 года составила почти 25%, что выше прошлогодней примерно в два раза. По мнению экспертов, это связано с тем, что государство занимает деньги у банков на выплату пенсии и зарплат. Как пояснил финансовый аналитик Святослав Михалак и изданию Молдстрит, экономические и бюджетные ситуации очень тяжелые. Поэтому в отсутствие внешнего финансирования правительство вынуждено увеличивать выпуск гособлигаций для покрытия социальных расходов. В то же время эксперт считает, что эта мера может быть лишь временной, поскольку возможности коммерческих банков выкупать ГЦБ не безграничны. При этом в 8 миллиардов 200 миллионов леев внутреннего госдолга пока не включили почти 14 миллиардов, которые Нацбанк под гарантией правительства выделил Банка деэкономии, Банка Сычала и Унибанку, который сейчас находится в процессе ликвидации. Погашать эту задолженность Минфин начнет со следующего года и будет это делать в течение 25 лет. Внешний долг, по данным Минфина, за первые три месяца года вырос всего на процент с лишним, почти до 18 миллионов леев за счет девальвации национальной валюты. Наша партия не будет участвовать в протесте 24 апреля. Лидер нашистов Ринато Усатый объявил, что организует свою собственную акцию чуть позже, в ближайшие дни. Он объяснил свой отказ тем, что большинство желающих не смогут добраться до Кишинева, поэтому протест лучше организовывать внезапно. В платформе «Достоинство и правда» зла на Усатого не держат, но и протест отменять не собираются. Ринато Усатый объясняет свое решение тем, что по указанию первого зампредседателя Демократической партии Влада Плохотнюка, которого протестующий обвиняет в захвате государства, в районах скупили билеты на автобусы. Вчера мы вышли с предложением перенести на какое-то количество дней протест, потому что я считаю, что мы к нему не готовы. Вернее, мы готовы к протесту, протест можем устроить и завтра. Но мы должны организовать протест, на котором мы обязаны победить. Ранее Ринато Усатый обращался к гражданам с призывом выйти на акцию протеста 24 апреля, инициированной гражданской платформой «Да». При этом Усатый советовал взять с собой сменную одежду и автопокрышки и обещал, что каждый сможет получить за одну шину 150-200 леев. «И сидеть будет на чем, и греться будет вокруг чего», – говорил тогда Усатый. Для будущего протеста нашей партии Усатый призвал не отказываться от покрышек, но также запастись дополнительным инвентарем. Сегодня Плохотнюк подготовил массу сюрпризов. Самый неприятный лично для меня, это был тот, что они в прямом смысле скупили весь свободный транспорт по всей стране, для того, чтобы люди не могли приехать в 24-го. И когда я понял, что есть более 20 тысяч человек, которые не могут физически попасть в Кишинев, то есть за счет тех автомобилей, которые у нас есть, за счет тех, которые можно привлечь, приедет часть людей, но десятки тысяч не попадут. Лидер нашей партии утверждает, что пытался переубедить бывших партнеров по протестам перенести митинг. Однако один из лидеров гражданской платформы «Да» узнал о решении Усатого только сегодня утром. «Не могу сказать, каковы причины, почему именно он объясняет, что не будет готов этот протест. Это его решение, а мы считаем, что для данного протеста в принципе все организовано. И протестные позиции, и гражданским обществам, включая гражданский форум и так далее. Все люди, которые относятся к различным партиям, смогут участвовать, как простые граждане Республики Молдова, прийти и выразить соответствующий протест». Рината Усатый сообщил, что наша партия организует протест либо после пасхальных праздников, либо посреди них, то есть примерно через 2-3 недели. Напомним, 24 апреля отказались протестовать и социалисты. Лидер ПСРМ Игорь Тадон аргументировал отказ тем, что на это воскресенье приходится религиозный праздник. Последний протест объединенной оппозиции прошел в конце января. Продолжаем выпуск. Россия и далее будет оказывать содействие Приднестровскому урегулированию, в том числе по линии группы международных посредников. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот от 16 послов, передает пресс-служба Кремля. Верительные грамоты президенту России вручил и посол Молдовы в Российской Федерации Дмитрий Брагиш. Продолжим и впредь выстраивать отношения с Молдавией на основе договора о дружбе и сотрудничестве, 15-летие которого отмечается в нынешнем году. Убежден, что имеются все возможности для того, чтобы более полно раскрыть потенциал двустороннего сотрудничества, теснее взаимодействовать в рамках Содружества независимых государств. Россия и далее будет оказывать содействие Приднестровскому урегулированию, в том числе по линии группы международных посредников. В группу международных посредников в урегулировании Приднестровского конфликта, помимо России, входят также Украина и ОБСЕ. Наблюдателями в переговорном процессе являются Евросоюз и США. Очередную встречу в формате 5 плюс 2 с участием Кишинева, Террасполя, всех посредников и наблюдателей планируется провести к концу этого года. К другим темам. Газопровод «Онген» и Кишинев может обеспечить Молдову более дешевым голубым топливом. Об этом в ходе открытого обсуждения проекта заверили как его разработчики, так и представители Минэкономики. Строительство магистрали планируется завершить в 2018 году. Однако независимые эксперты пока скептично относятся к обещаниям более дешевого газа. Более того, они предупреждают, что внедрение проекта может затянуться. Магистрали Тунгенда Кишинева станет продолжением проекта по взаимоподключению газовых сетей Молдовы и Румынии. По ней смогут подавать до 2 миллиардов кубометров в год. Этого объема хватит для обеспечения голубым топливом всей республики. Проект находится еще на стадии обсуждения. Немецкая компания-консультант Фихтнер рассмотрела несколько вариантов прокладки газопровода от Тунгенда столицы и остановилась на том, чтобы магистраль проходила по Колоражскому и Страшенскому районам. Земли, которые находятся в собственности государства, будут бесплатно переданы под строительство. Частные земли можно выкупить или возможен обмен. Предоставление земель на время строительства подразумевает выплату компенсации, если в результате был нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам. Хочу отметить, что в ходе строительства не пострадают никакие здания. Газопровод по предварительным оценкам будет стоить от 80 до 113 миллионов евро. Основную сумму планируется взять в долг у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Отвечать за транспортировку топлива будет госпредприятие Вестмолт Трансгаз. У нас будет возможность полностью снабжать Молдову благодаря этому газопроводу. Он будет подключен не только к Кишиневу. Его дотянут до столицы, а потом газ будет уходить по существующей сети с севера на юг. Сегодня Вестмолт Трансгаз уже осуществляет поставки по газопроводу Ясаунгены. По словам Анатолия Миронаша, топливо из Румынии пока по цене равнозначно российскому. Но с увеличением объемов делать закупки станет выгодней. В Минэкономике также считают, что газ станет дешевле. Когда появится еще один поставщик, возникнет здоровая конкуренция. Это также поспособствует снижению цен на природный газ. Независимые эксперты, в свою очередь, считают, что говорить о тарифах еще рано. Ведь пока неизвестна даже конкретная сумма инвестиций. На самом деле мы еще далеки от реализации проекта по присоединению к газовой системе Румынии. Конечно, есть еще и технические вопросы, и финансовые, и вопросы формирования тарифа. Потому что у нас будет транспортная сеть новая, которая должна быть построена. Которая будет от Яс до Кишинева. И есть действующая транспортная сеть уже из Кишинева по территории всей республики. Получается, если мы захотим газ перевезти из Унген, допустим, в Бельце, мы должны будем оплачивать два тарифа по транспорту. Один с Унген до Кишинева, и другой уже с Кишинева до Бельце. Потому что это уже другая транспортная сеть. Проект еще должны одобрить разные министерства. Затем международные кредиторы подпишут соглашение по финансированию. Предполагается, что работы начнутся в 2017 году, а завершатся к маю 2018. Напомним, два года назад открыли газопровод Яс и Унгены. По данным Вестмолтрансгаз, поставки по нему составляют порядка 1 миллиона 200 тысяч кубометров в год. Голубым топливом из Румынии уже обеспечиваются жители из трех районов Молдовы. Заверили на госпредприятии. Дождь в Кишиневе – настоящее стихийное бедствие. И не только потому, что реки по улицам текут. Сегодня под тяжестью лет и воды на проезжую часть рухнула огромная ветка. Очередная. Чудом ни пешеходы, ни автомобили не пострадали. Зато движение по улице Бенолеску-Бадони парализовало на целый час. Именно столько времени работники зеленого хозяйства добирались до места инцидента. Снова дерево и снова кто-то куда-то опоздал. Смириться или изменить планы пришлось тем, кто после полудня оказался на улице Бадони. Здесь огромная ветка отломилась от старого дерева. Часть повисла на проводах, другая перегородила дорогу. Аварийная бригада управления электротранспорта сходу исправить ситуацию не смогла. Ни в их компетенции деревья рубить, но из-за нерасторопности зеленостроя пришлось. Желательно, чтобы быстрее убрали, для того, чтобы немножко распределить трафик, а то пробка до Штефана. Но кто-то не стал ждать и объехал место аварии прямо по тротуару. Видео прислал нам в редакцию телезритель. Если автомобили могли объехать пробку, то троллейбусы никак. Не только мне, а сколько народ, сколько троллейбус. Все вышли и пошли пешком. Пассажиры как пассажиры, а вот владельцев авто ситуация явно возмутила. Здесь управление в премарии, которое наверняка должно заниматься всеми вопросами города. Спасиверс, конечно, должна работать. Не просто получать деньги из государства. На месте бригада зеленого хозяйства появилась примерно через час. Если не было пробки, мы были бы побыстрее. Сейчас так получилось. Но погода еще готовит сюрпризы. На завтра синоптики обещают пасмурную погоду и ветер до 20 метров в секунду. Действует предупреждение. Так что сторонитесь опасных мест и не паркуйте под деревьями свои автомобили. И в заключении поговорим о творчестве. Резные шкатулки, иконы из бисера, оригинальные сувениры. Сегодня в Центре детского творчества «Арктика» открылась пасхальная выставка-ярмарка. В ней участвуют воспитанники спецшкол, интернатов и домов престарелых. Вся уникальность работ в том, что сделаны они руками тех, чьи возможности ограничены. Физические, но не творческие. Они обделены судьбой, но не талантом. Чтобы удивить на выставке в Кишиневе, воспитанницы Ханчевского дома-интерната вместе со своим педагогом долго и кропотливо трудились. Мы готовимся заранее и с удовольствием участвуем в выставке. Мы привезли разные работы. Они всевозможных цветов и из разных материалов. Это пасочки, яйца из бисера. От разнообразия пасхальных сувениров у гостей глаза разбегались, а кошельки худели. На каждом столике, к которому я подошла, работы уникальны все, потому что изготовлены они такими же уникальными людьми. Людьми, которые вложили в свои работы душу. Для тех, кто живет не как все, хобби – это целый мир. В нем можно фантазировать, творить, черпать идеи и даже силы. Это помогает избавиться от болезней, от трудных мыслей. Настроиться на хорошее только. Это пасхальная ярмарка традиционная. Каждый год ее проводят Министерство труда и социальной защиты в партнерстве с другими правительственными институтами и общественными организациями. Это мероприятие ежегодно проводится в канун пасхальных праздников. Мы пытаемся объединить людей с большим сердцем, которые хотят творить добрые дела, в частности для детей и молодых людей с ограниченными возможностями, которые должны быть частью общества. Всего в выставке участвовали представители 30 организаций и учебных заведений для людей с ограниченными возможностями. Такими были вести дня сегодняшнего. Напомню, что еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на нашей странице в интернете – rtr.md. Я, Желеса Коряк, на этом с вами прощаюсь. Приятного вечера и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok